Друзья мои, всем привет! Добро пожаловать! У нас сегодня снова распаковочка и снова у нас наушники от компании Corsair. Только в этот раз у нас HS35 стерео. У нас на канале был уже обзор, но версии красной для Nintendo Switch. Она была более стилизованной под эту консоль, а это версия, которая как бы считается, ну, такой, знаешь, унисекс под всё. Подойдёт любому. Если красный, например, не нравится, то чёрный как бы универсальный во всех смыслах этого слова. Подходит для пекарни, подходит для мобайлов, для Xbox, PlayStation 4 и, конечно же, подходит для Switch. А в принципе, я думаю, можно воткнуть куда угодно, где имеется 3,5 разъёмчик. Ну что ж, будем это дело сейчас распаковывать. Если вы вдруг захотите купить такие себе наушники, они довольно доступные. Ссылка на них будет в описании под видосом на магазин, где можно их приобрести себе. Ну что ж, давайте будем распечатывать. Есть микрофон, как было с Виртуозой. Виртуоза у меня тоже есть, я её показывать не буду, я её периодически пользуюсь. Она у меня стоит там на подставке. Мы тоже потестируем, послушаем, как оно всё у нас звучит. Ну что ж, давайте посмотрим. Здесь не так дорого-богато, как было, собственно, с Виртуозой. Понятное дело, что те более премиальные уши, они имеют и цену другую. И, соответственно, комплектация тоже отличается. Здесь всё попроще, но, опять же, не значит, что хуже. Так, куда бы мне всё это деть? Коробка такая массивная, знаешь, на самом деле. Вот так вот у нас выглядит упаковка, вот в таком вот блистере. И первое, что мы делаем, это нюхаем. Потому что я помню, Виртуоза очень сильно пах, там мешочек для хранения и переноски. Здесь вроде бы запаха как бы нет. Так, здесь у нас привычная макулатурка. Я не знаю, кто её читает. Ну, наверное, кто-то читает, чтобы ознакомиться с спецификацией и прочим. Но зачем это читать, если можно посмотреть этот ролик и поставить лайк? Это будет намного более правильное решение. Подключение у нас производится с помощью вот такого вот кабеля. Это 3,5 джек. Вставляем в компьютер, вставляем в звуковую карту. Куда угодно, в принципе, это можно вставить. Ну, то есть, сами можете варианты в комментариях уже написать. Так, поехали дальше. Как бы тебя аккуратненько так достать? Вот, смотри-ка. Здесь есть лого. Я не знаю, наверное, в чёрной версии светиться оно вроде как не должно. Пластик. Здесь, понятное дело, что это бюджетная гарнитура. Здесь у нас и материалы, соответственно, недорогие. Тут логотип как бы тиснения Корсар. Они лёгкие. Металла здесь нет. Пластик. Пластик, который, слава богу, не воняет. То есть, задыхаться вы не будете. Уже большой плюс. Амбушюры из ткани. То есть, там пенный материал специальный. Виртуоза, я помню, там вроде бы как бы толик уж зам был. Ну, что-то более премиальное явно. Так. Это включение. Так, покажу поближе. Кнопка включения, выключения микрофона. И регулировка громкости. Естественно, в самих наушниках предусмотрено. Разъём у нас несъёмный. То есть, отсоединить, например, и что-то вставить сюда другое нельзя. Они не беспроводные. Но будем смотреть, слушать. Если хочется беспроводные, то на канале есть и обзоры у нас других гарнитур и наушников. Ничего вроде бы не хрустит, не скрипит. Обычно такие вещи свойственны недорогим гарнитурам. То есть, как бы, что экономят на всём, чём можно. Но здесь довольно добротно. Не знаю, вроде бы RGB здесь нет. Но, опять же, мы это всё будем смотреть и проверять. В комплекте у нас также есть вот такой вот разветвлитель. Он для чего, собственно, нужен. Сейчас попытаюсь объяснить популярным языком. Так, где у нас вход в наушники? Вот. Значит, это мы соединяем здесь. Этот разветвлитель позволит нам... Вот, собственно, вот так он выглядит. Здесь один окрашен в розовый цвет, а второй в зелёный. Я думаю, кто пользуется гарнитурами, тот знает, зачем это, собственно, нужно. Один отвечает за вывод звука, то, что мы слышим в наушниках. Второй отвечает за голос через микрофон. То есть, вставляем это в звуковую карточку сзади на материнке или отдельно, в зависимости от того, что у вас есть. И, собственно, можно пользоваться. Если мы хотим подключить, например, к телефону, к Xbox или, например, к свечу, то мы используем, естественно, только вот этот разъём. И слушаем, естественно, что там происходит уже в гарнитуре. Сейчас мы подключим микрофон. Тут есть специальный такой разъём для него. Для микрофончика, надеюсь, видно, оно просто тёмное. Так, вот он. Вот разъём, тут заглушка. Мы это дело убираем. И сюда можно вставить микрофончик на гусиной шее. Не промахнётесь, потому что там специально разъём вставляется только одной стороной. Ну что ж, давайте попробуем потестировать, как звучит микрофон без приукрас, чистый сырой звук. Друзья мои, собственно, наушники я уже надел, поэтому сейчас мы сможем оценить работу микрофона. Он без шумоподавления. То есть, я не использую никакие настройки на компе. То есть, как есть сырой сигнал. Без обработок, без шумоподавления, без эквализации компрессии. Ну, в общем, чистый сырой сигнал. Да. Вот, привет. Значит, вот так вот наушники у нас выглядят. Я повернусь, один раз покажу. Главное запомнить. На голове сидят довольно удобно. То есть, как бы ничего не давит. Звук неплохой. Себя я не слышу. Сайтона, насколько я знаю, здесь как виртуоза нет. Поэтому будем довольствоваться именно вот, собственно, как оно реализовано в данном случае. Если вдруг нам нужно куда-то отойти, и надо приглушить звук, собственно, своего голоса через микрофон, есть специальная кнопка здесь на наушниках. Я попробую показать, если фокус сработает как надо. Кнопка отключения звука через микрофон у нас находится вот здесь, рядом с колесиком регулировки громкости. Отключили, пошли по своим делам, вернулись. А я делаю все по-простому. Ну что, друзья, давайте будем кратко подводить итоги по сегодняшнему нашему обзору гарнитуры HS35 от Corsair. Неплохие бюджетные, собственно, наушники, неплохой микрофон, то есть качество звука, в принципе, для этого ценового диапазона нормальный. Ничего плохого сказать в данном этапе не могу. Опять же, опять же, у Corsair очень большой выбор гарнитур. Опять же, все можно выбрать себе по карману. То есть, если хочется что-то из игрового начального уровня, то, в принципе, очень даже неплохо. Говорю, не люфтит, ничего у нас здесь особо не скрипит. Провод, кстати, без оплетки. Ну, то есть, для кого может критично, не критично, но провод здесь без плетения. Но он довольно-таки приятный. Рекомендую. В принципе, если вы пользуетесь, то можете написать об этом в комментариях. Если вы используете какие-то другие гарнитуры от Corsair, то тоже пишите. Будем вместе, собственно, этим делом пользоваться. С вами был Brain. Надеюсь, понравилось. Всего вам хорошего. Не скучайте. Пока-пока-пока.